Доброе утро, уважаемые лидеры и консультанты компании Арифлэй. Меня зовут Анна Максимова. Я территориальный тренер региона Урал и Поволжья. Давайте по традиции в начале вебинара проверим нашу с вами связь. Хорошо ли меня слышно? Хорошо ли меня видно? Очень прошу вас писать в чат, а не вопросы-ответы. Когда вы пишите в чат, все видят ваши сообщения и могут с вами общаться, в том числе и другие лидеры и консультанты компании Арифлэй, а не только я. Я думаю, что это интересно. И я даже предлагаю поздороваться особенным способом. Напишите, пожалуйста, свой регион, свой город. Откуда вы пишете? Может быть, вы из Екатеринбургского филиала, а возможно кто-то, я вижу из Пензы, это Самара, самарский филиал. Привет! Пермь. Рады видеть филиал Екатеринбург, Татарстан, Альметьевск. Замечательный город Альметьевск, город-курорт. Это казанский филиал Уфа, Астраханского области. Ой, очень приятно. Друзья, ну что ж, таким вот незамысловатым способом мы с проверили. Наши связи, наверное, готовы начать вебинарить. Появился вопрос, скрытый вопрос в ответах. Я вижу комплименты моему цвету губной помады. Я думаю, что вы догадались. Как вы думаете, что это за губная помада? Какая серия? Серия The One. И, конечно же, это неоновые-неоновые помады. Они у нас живут на 133-й стране. Сразу поделюсь, потому что это самые популярные вопросы, которые задают мне как мои друзья, так и лидеры-консультанты, когда видят меня, что за код. В данный момент у меня мандарин. Мне кажется, это видно невооруженным взглядом. 322-41. Ну и напоминаю, вся невероятная гамма неоновых губных помад представлена на страницах 132-133 текущего каталога. Ну, такой секрет он поделилась девичьим. А теперь давайте поговорим уже о теме нашей сегодняшней встречи. Мы сегодня с вами разговариваем не о губах, мы сегодня с вами разговариваем о том, как правильно ухаживать за лбустью вокруг глаз и о том, как научиться делать эффектный и яркий макияж. Именно зоны глаз. Ну, наверное, не секрет, что женские глаза – это особенная пристальная зона мужского внимания. Как много красивых и нежных фраз о красоте своих глаз слышат женщины. Давайте вместе вспомним. Вспомните, сколько… Твои глаза – океан, наполняющий заливом моей души. Ее глаза могут выглядеть, как кусочки льда, и тем не менее греть мое сердце, пишут классики. Глаза, ее глаза, из тех, от которых невозможно отвести взгляд. Однажды загляну и в их глубины. А еще все говорят, что глаза – это зеркало души. А многие говорят, что женские глаза – это не зеркало, а оптический прицел. Ну и все однозначно сходятся во мнении, что глаза – это наиболее выразительная часть женского лица, она мимически активна, автоматически притягивает внимание и действительно женский взгляд может свести с ума. Если зона вокруг глаз ухожена, если красота подчеркнута, остается лишь, скажем так, ожидать внимания такой красавицы. Друзья, область век – это особенная зона пристального внимания. Всем нам, это девушкам, хорошо понятно. Но это должна быть зона пристального внимания не только мужчин, но и наша с вами тоже зона пристального внимания. Давайте перечислим некоторые особенности. Область век – это самая опасная зона на лице в плане появления морщин. Здесь они возникают первыми, поскольку кожа вокруг глаз в несколько раз тоньше, чем на остальной части лица. 0,3 мм зона вокруг глаз, 3 мм примерно – это толщина кожи лица. Очень бедна потовыми сальными железами, практически их там нет. Соответственно, это снижает защищенность этой зоны. А у большинства людей кожа век вообще такая достаточно сухая. При этом она постоянно подвержена растяжению. Именно глаза у нас наиболее активно участвуют во всех мимических движениях лица. Щурится от яркого света, первыми реагирует на различные эмоции. За день глаз делает от 10 до 24 тысяч движений. А многие считают, что красивые женщины еще в два раза больше нагружают эту зону, потому что еще строят постоянно глазки мужчинам. Ну, это, конечно же, шутка, но в каждой шутке есть доля правда. Действительно, возникновение мимических складок запрограммировано природой. Избежать этого невозможно. Пока кожа упругая, она быстро возвращается в прежнее состояние, вот словно губку, на которую нажали и отпустили. Все окей. Но со временем ее сил не хватает, и становятся нужны дополнительные средства ухода. Они как раз вот и реагируют на любую пылинку, на каждый порыв ветра, на сильнейший вред кожи, который наносит солнышко. Они защищают нашу кожу от любого агрессивного воздействия. Более того, они поддерживают упругость этой губки, да, то есть поддерживают пептидную структуру, поддерживают коллагеново-ластиновую сеточку. Еще одним испытанием для глаз является процедура макияжа и демакияжа, то есть нанесение, собственно говоря, декоративной косметики и снятие макияжа. Причем снимаем макияж, мы далеко не всегда с специальными средствами, давайте будем честными, очень многие признаются мне в личном общении в этом аспекте. А декоративная косметика, сколько бы ни говорилось, о правильности нанесения иногда наносится недостаточно. Правильно растягивается века, постоянное растяжение может нанести губительный вред состоянию вашей кожи. Ну, немаловажную роль на проявлении ранних признаков старения кожи вокруг глаз играть и такие вредные привычки, как курение, потому что это автоматически обезвоживание, да, если вы не выпиваете необходимое количество воды в течение дня, это тоже негативно сказывается, к сожалению, на состоянии всей кожи, в том числе на состоянии кожи вокруг глаз. Это нужно знать. Ну и что мы можем увидеть на нашем лице, что нас может с вами расстроить? Здесь перечислены основные проблемы, с которыми рано или поздно сталкивается любая девушка. Ну, давайте начнем. Отечность. Отечность – такая проблема, которая связана, еще ее называется опухание век, связана с микроциркуляцией, с недостаточностью циркуляции лимфы вокруг глаз. Днем в результате постоянной работы глазных мышц система сосудиков постоянно прокачивается, обеспечивая нормальный лимфоток. Лимфа движется, ночью лимфоток замедляется и продукты обмена не выводятся. В результате тонкой кожи век растягиваются, образуются отеки. Мы это с вами видим. Очень важно понимать причины внешних проявлений для того, чтобы с этими причинами бороться. То есть недостаточность микроциркуляции лимфотока является причиной отеков. Возникновение темных кругов под глазами связано с нарушением венозного оттока. Замедляется скорость движения темный венозный, крови по сосудам и пигмент крови просвечивается через тонкую кожу. Опять-таки напоминаю, 0,3 мм всего толщина этой зоны. Кроме того, пигмент накапливается в соединительных тканях и кожа век приобретает характерный оттенок от бледно-желтого до темного, почти коричневого. Причины нарушения циркуляции крови разнообразны. Это может быть и наследственная предрасположенность. Ну вот посмотрите на своих мам, на бабушек. Есть ли у них? Если есть, то скорее всего вы тоже предрасположены к замедлению венозного оттока именно в этой зоне ископления пигмента в зоне вокруг глаз. Причиной нарушения также является, всем известно, усталость, стрессы. Эти факторы мы с вами можем побороть. Достаточно лишь нормализовать свой жизненный график и как-то чуть больше заботы относиться к себе. Следующая проблема – это мимические морщины. Многие называют их как гусиные лапки, потому что они проявляются такой сеточкой, похожей на гусиные лапки. Это первые морщины, которые появляются на лице у человека. Обычно это так. Они образуются в уголках глаз из-за активной мимики. Когда мы улыбаемся, щуримся, хмуримся, смотрим на солнышко или у нас плохое зрение, мы постоянно сощуриваем глаза, но при этом не носим очки и линзы, тоже у нас повышенный фактор образования как раз вот этих мимических морщин. Гусиные лапки могут появиться и в 23, и в 25, но они все равно считаются признаком старения кожи. Косметологи решили так. Проблема провисания, атонии, потери упругости, называйте как хотите, связана с недостатком коллагена и эластина, а также связана с тем фактором, что мышцы, придерживающие нижнее веко, сильнее мышц, отвечающих за положение внешнего уголка глаза, у виска вот этих мышц. Поэтому постепенно с возрастом уголок начинает смотреть вниз, в то время как само веко не меняет свое положение. Нависание верхнего века – это также проблема недостатка коллагена и эластина. То есть опять-таки мы с вами сходимся в одном, что нам нужно больше коллагена и эластина, активно действовать на продуцирование этих структурных элементов кожи. Ну и теперь о самом важном. При правильном ежедневном уходе за кожей вокруг глаз этих проблем можно избежать или избавиться, не прибегая к хирургическому вмешательству пластических хирургов. Важно лишь правильно подобрать программу ухода, соответствовать, не пропускать каждый этап комплексного ухода и, конечно же, держать в зоне внимания зону вокруг глаз, гора, как можно раньше. Как можно раньше, потому что мы все с вами, конечно же, должны понимать, что легче предотвратить появление морщины, провисание, пигментного пятна, чем потом его убирать и бороться с ним. В особенно сложных случаях действительно средства ухода способны только чуть улучшить ситуацию. Реально избавиться от провисания, спрашивает меня Лен Гошитская. Лен, здесь, конечно, зависит все от степени провисания и от анатомических особенностей кожи. Если мы говорим, что это уже провисание, связанное с созданием кожного мешочка, то здесь, скорее всего, те самые бульвы, кто как в косметологии это называют, это уже убирается только пластикой. Мы как средство домашнего использования можем значительно улучшить ситуацию, потому что любое даже оперативное хирургическое вмешательство не исключает, а наоборот, обязует к использованию ежедневного, еженедельного домашнего ухода. Поэтому здесь, конечно, нужно визит человека, тогда я могу сказать, на сколько процентов можно улучшить ситуацию. Вот так скажу. Еще, что нужно помнить, профилактическая программа ухода за контуром глаз должна зависеть не только от возраста, но в первую очередь от индивидуального состояния кожи. У одних первые гусиные лапки появляются 18, у других 29, у третьих значительно позже. У кого-то грыжевые мешки на нежных веках являются результатом, как я уже говорила, наследственности. И уже рано они видны, а с наследственностью мы не можем спорить. А у кого-то гораздо позже это все появится. И очень важно пользоваться средствами для век совсем юным девочкам, подросткам, особенно если они делают различные маски, обезжиривающие процедуры от углевого сыпи. То есть это маски глины, маски пленки. То есть все то, что активно снижает продуцирование кожного себума. Мы с вами помним, что кожа это единый орган, и нельзя вот здесь вот иссушить ее, здесь увлажнить, а здесь добавить упругости. Потому что мы наносим крем на все лицо. И когда мы используем уход, опосредованным уход кожи лица, он все равно опосредованным образом воздействует на зону вокруг глаз. Поэтому, пожалуйста, если юная девушка пользуется обезжиривающими масками, масками глины, и у нее есть проблемы акне, не забывайте предложить дополнительно увлажняющий крем для ее возраста. Ну, например, самый яркий пример вот этой серии Love Natural продукт. Ну, и самое главное, все индивидуально, посмотрите в зеркало, визуально оцените состояние кожи, без лишнего драматизма. Честно скажите себе, что вам не нравится, что вы хотите улучшить, и приступайте к действиям. Ну, первый этап, который должен быть в уходе у каждой девушки, это демакияж. Друзья, на протяжении презентации вы будете видеть такие знаки стоп. Вот для очищения, для демакияжа зоны вокруг глаз, использовать то же средство, что и для очищения лица, это стоп. Нельзя ни в коем случае. Для снятия макияжа с глаз необходимо использовать специальное средство, так как средство должно пройти офтальмологический контроль, иметь PH близкий к слезе, в области вокруг глаз отсутствует гиподерма и костная ложа, толщина кожи в этой зоне не более 0,3 мм. Эта зона особенно нежная и деликатная, нужно использовать для очищения специальные, деликатные средства снятия макияжа без дополнительных комплексов, поросуживающих или каких-либо других. Многие что делают? Берут, допустим, гет для лица Optimal для жирной кожи и пытаются этим продуктом снять макияж с глаз. Друзья, вы наносите колоссальный вред зоне вокруг глаз. Средство для очищения кожи лица, это только для кожи лица. Для зоны вокруг глаз мы используем специальные продукты. Например, средство для снятия водостойкой косметики с глаз The One. Быстро снимает водостойкий устойчивый макияж, очень комфортно для деликатной кожи вокруг глаз, имеет увлажняющую форму и при этом не содержит масел. Плюс за счет присутствия особенной фазы, голубой фазы в составе, снимает водостойкий устойчивый макияж. Подходит для женщин, которые носят контактные линзы. Но напоминайте, пожалуйста, что перед тем, как приступать к демакияжу, линзы снимают всегда. Маленький аспект, часто показываю, покажу, как мы используем это средство. Мы обязательно его встряхиваем перед применением. Казалось бы, нюансы, но вы знаете, клиенты не всегда знают, как правильно, как нужно. Наносим буквально 5 капель на ватный диск. Теперь той стороной, на которую мы наносили, мы ее прикладываем к коже вокруг глаз, считаем до 5 до 7. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Проводим. Переворачиваем ватный диск. И теперь этой стороной, там, где лосьончик, убираем и излишки средства макияжа, вот такую жирную фазу убираем. И, собственно говоря, остатки макияжа. Не забывайте, потому что многие говорят, что некомфортно, жирная фаза затекает в области вокруг глаз. Как-то, ну, неприятные ощущения. Переверните ватный диск. Там специальный лосьон, чтобы убрать эту жирную фазу. Второй продукт, это средство для снятия макияжа с увлажняющими свойствами и витамином В5. Подходит для чувствительной, опять-таки, кожи. В составе есть глицерин, это мощное природное увлажняющее средство. Относится этот продукт серии Reflame Beauty. Пожалуйста, успейте приобрести. В составе также есть экстракт ромашки, который славится успокаивающим эффектом. Основной уход. У нас в этом каталоге представлено огромное количество акций, посвященных продуктам по уходу за областью вокруг глаз. И из-за того, что акции настолько выгодные, настолько классные, по некоторым продуктам образовался сток-аут. То есть этих продуктов уже сейчас нет на складе. Поэтому в рамках своей презентации я вам представлю те продукты, которые доступны для заказа, которые можно приобрести. И более того, это одни из самых лучших продуктов в Reflame. Первый продукт по уходу за областью вокруг глаз – это крем для век «Невероятный эффект». В этом каталоге доступен для заказа по цене 364 рубля. Регулярная цена 500 рублей. Что делает? Уменьшает темные круги и отечность вокруг глаз. Возвращая взгляд у сияния. Мы с вами разговаривали, что проблема отечности и темных кругов – это прежде всего проблема, недостатка микроциркуляции. Соответственно, мы будем обращать на присутствие в составе компонентов, которые улучшают микроциркуляцию. В составе есть замечательный комплекс O2-актив. O2-актив как раз и занимается тем, что улучшает дыхание клеток кожи, тем самым насыщая ее кислородом. Когда в кожу у нас попадает активный кислород, комплекс O2-актив, соответственно, автоматически улучшается микроциркуляция. Также есть комплекс Линкон 50 на 50, который предупреждает появление возрастных изменений. Будь то морщины, будь то потеря упругости. Содержит минимум отдушки. Чтобы не вызывать раздражение, наносим крем на кожу вокруг глаз утром и вечером, чтобы предотвратить появление морщинок. Сейчас я загляну в чат. Да, Алена замечательно дает совет, что перед тем, как мы используем средства для макияжа, это отца к предыдущему слайду, мы должны с вами не забывать увлажнить водой зону вокруг глаз. Тогда средство будет работать комфортнее, ощущаться, самое главное, комфортнее на зоне вокруг глаз. Вот то, о чем я говорила. У нас есть с вами несколько замен для крема Diamant. Для крема, который мы используем для области вокруг глаз. Сейчас, к сожалению, он не доступен для заказа. Но я хочу настойчиво обратить ваше внимание, что, во-первых, доступен для заказа замечательный крем для глаз True Perfection, который обладает таким же действием, улучшением микроциркуляции и предупреждает стрессовые процессы, разрушительные процессы для зоны вокруг глаз. То есть те, которые напрямую влияют на появление морщин. Второй продукт, который по очень выгодной цене, он не относится на глазам, но о нем я скажу обязательно, это восстанавливающий эликсир для лица власть над временем. Всего за 327 рублей сейчас можно приобрести уникальная цена. Процесс старения кожи на 80% зависит от ухода за ней, мы это все с вами помним. И данный эликсир содержит инкомсулированные изофлавоны слои, которые воздействуют непосредственно на механизмы, замедляющие процессы старения. Они активируют так называемые гены красоты. Они, в свою очередь, способствуют восстановлению кожи 1, заметно разглаживают морщины 2, придают коже упругость, эластичность, обеспечивают сияние и свежесть, улучшают цвет лица. Это то, что получает клиентка, приобретая этот продукт. Красивый цвет лица, сияние, свежесть, упругость, эластичность, восстановленная кожа. Минимизация мелких морщин, уменьшение глубины глубоких морщин. Дополнительный ингредиент, такой как экстракт солодки и масло ШИМ, многократно усиливают действие. Экстракт солодки, что делает? Замечательно увлажняет и осветляет, масло ШИМ питает. Это замечательный продукт, я думаю, что он не требует много внимания, но то, что его предложили на замену для кода 224.19, нужно обязательно воспользоваться этим предложением и успеть его заказать по выгодной цене в 327 рублей. Ну а мы возвращаемся к теме ухода вокруг глаз и поговорим о такой проблеме, как потеря упругости и, соответственно, появление морщин. Почему буквально через дробь написано эти два слова? Обычно любая потеря упругости сопутствует образованием морщин. Ровно так же, как образование морщины сопутствует потеря упругости. Может быть выражен в той или и мере один или другой фактор в зависимости от строения века. Но эти два аспекта ходят рядом, поэтому вы должны лишь определиться, что вас волнует больше. Опущение внешнего уголка глаза, нависание века или в целом появление мелкоморщинистой сеточки. В зависимости от этого выбирать продукт, основное действие которого будет либо упругость, либо борьба с морщинами. Но и тот и другой продукт, если он антивозрастный, будет делать и то, и другое. Ну а давайте разбираться конкретно на примере. Разглаживающий крем для века эластичность плюс для женщин старше 40 лет. Прежде всего, направлен на нивелирование, уменьшение глубины морщин, сокращает появление морщин. Но основное действие, благодаря которому происходит это сокращение морщин, это восстановление упругости. Восстановление тех самых пружинок в матрасе, в нашем эпидермальном матрасе кожи, которые поддерживают упругим верхний слой кожи. Крем для кожи вокруг глаз имеет специальную легкую текстуру. Обращаю особое внимание, этим они отличаются от любого другого продукта для ухода за кожей лица. В составе разглаживающих крем для века эластичность плюс есть магний. Чем он интересен? Магний это минерал, который необходим для укрепления структуры кожи, для укрепления каркаса кожи. Поэтому он обладает хорошим действием, восстанавливающим упругость кожи. Также магний способствует поддержанию необходимого уровня увлажненности. А мы с вами помним, что красивая кожа должна быть обязательно увлажненной. Другого правила нет. Второй продукт, который вы видите на слайде, это подтягивающий крем для век Королевский бархат. Крем для века обогащен эликсиром черного ириса. Это всем известный компонент. Он очень сейчас, скажем так, этот продукт очень популярен, потому что эликсир черного ириса на данный момент является одним из самых эффективных в антивозрастной косметологии по восстановлению упругости кожи. Мы с вами должны понимать, что когда мы с вами разговариваем об антивозрастных продуктах, которые корректируют морщины, восстанавливают упругость, мы не забываем, что эти же продукты направлены также на борьбу с отечностью и с синячками. Только лишь мы поднимаем возрастной ценз и добавляем еще антивозрастное действие. Поэтому у нас есть интересные данные по этому продукту. 82% тестовой группы подтвердили, что снимает отечность продукт. Сокращение проявлений мимических и глубоких морщин также подтвердили. 82% автальмологически протестирован, как любой другой продукт для области вокруг глаз. По результатам потребительского теста один из самых эффективных кремов для области вокруг глаз в Эрифлейм. Эликсир черного ириса прежде всего известен изофлавонами. Это специальный уникальный комплекс, который как раз и составляет изофлавон черного ириса. В комбинации с минералами данный комплекс компонентов замедляет процесс старения, укрепляет поддерживающий каркас эпидермиса. И в итоге кожа великолепно разглаживается, выглядит более подтянутой и молодой. В презентации любого продукта по уходу за кожей лица обязательно делайте акцент на выгодах, которые получает клиент. То есть прежде всего есть один компонент, ведущий компонент линейки, это изофлавоны черного ириса, которые разглаживают, укрепляют поддерживающий каркас эпидермиса. Кожа ровная, гладкая, вновь подтянута. Часто возникает вопрос, как наносить крем для глаз. И друзья, я прям вот прошу, знаете, вести такую хорошую пропаганду правильного нанесения средств по уходу за кожей. Смотрите, на слайде представлен один из вариантов нанесения. Что здесь нужно прежде всего на что обратить внимание? Во-первых, на то, что мы наносим крем для глаз по орбитальной косточке. Близко к ресничному краю мы не наносим крем, потому что он может спровоцировать отечность или любую другую аллергическую реакцию. Опять-таки повторюсь, это особенно чувствительная зона. Мы, к сожалению, не можем быть на тысячу процентов застрахованы. Как наносим? Наносим рекомендуем всегда самым слабым пальчиком, безымянным, от внешнего уголка к внутреннему и по надбровной дуге. От внешнего к внутреннему, похлопывающими легкими движениями. Тем самым мы дополнительно применяем элементы толщиного лимфодренажного массажа вверх, дополнительно улучшаем микроциркуляцию в этой зоне. Несколько общих рекомендаций по уходу за лупостью вокруг глаз. Повторим некоторые аспекты и что-то я еще добавлю. Снимаем макияж только при помощи специальных средств. Наносим крем и другую косметику на кожу вокруг глаз аккуратно и бережно. Никогда не проводите нанесение средства перед сном. Это может спровоцировать отечность минимум за час-два. Обязательно нанесение всего комплексного ухода, только потом вы ложитесь спать. Есть рекомендация, рекомендация косметологов о том, что необходимо на своем туалетном столике иметь два продукта. Один продукт с ярко выраженным увлажняющим питательным средством, другой продукт с лифтингами средствами. В идеале у вас должны быть оба. Используйте их в разное время суток. В качестве ночного продукта мы нам можем нанести крем с подтягивающим эффектом, в качестве дневного питательного увлажняющего или наоборот отталкивайтесь от того, как вам комфортно. Используя разное продукт, вы будете добиваться максимально комплексного эффекта. Относитесь всегда серьезно к нанесению декоративной косметики на кожу. Наносите еще ее легкими движениями кисти. Пожалуйста, не усердствуйте, не трите. Ну и конечно, косметику по уходу за кожей века, как и косметику по уходу за кожей лица, нужно менять с периодичностью раз в три месяца. Это минимум. Ну и чистить опять-таки тоже не стоит. Давайте услышим правильно друг друга. Раз в три-четыре месяца мы меняем свою линейку по уходу за кожей лица, в том числе по уходу за кожей век. Хочу сделать большой акцент на том, что зона вокруг глаз – это не отдельная зона, это зона лица. Мы обязательно должны напоминать нашим клиентам, что уход важен прежде всего в комплексе, тогда он будет эффективен. Невозможно оставить зону вокруг глаз молодой и красивой и допустить старение всей кожи лица, шеи и декольте. Поэтому уход за кожей лица неразрывно в системе ухода за кожей Арифлей. Это шаг 2 нашей системы уход за областью вокруг глаз. Обратите внимание, изменилось количество баллов по набору Экологен. Сейчас это 100 баллов бонуса. 100 баллов бонуса. Кажется, это хорошая новость, многие о ней уже знают. Напоминайте своим клиентам. Ну и завершая блок «Уход за кожей», проговорим о wellness. Друзья, всегда рассказываю, что то, что мы наносим на лицо, конечно, эффективно. Но основные строительные элементы наша кожа получает с питанием, с пищей. Если наш рацион скудный и бедный. А скудный и бедный – это он не потому, что мы много едим, а потому что мало едим. Потому что мы едим углеводные пустышки. Мы едим нулевые проценты жирности без абсолютно какой-либо ценности для нашей микрофоры, для пищеварения. Мы едим много клетчатки, быстрых углеводов. Все это не дает никакого строительного материала. Это, наоборот, дает даже дополнительные сложности для функционирования кожи. Например, повышенное употребление углеводов ведет к гликации, засахариванию буквально коллагена и ластиновых волокон. Волокна коллагена и ластин, когда они засахарены, они подвержены разрушению. Поэтому нам важно снизить потребление сахара. Для этого у нас есть замечательный метаболический корректор и такая палочка-выручалочка, которая спасает от привязки к перееданию сладкому. Это наш коктейль. У нас есть замечательный комплекс витаминов и минералов. Веноспек, где у нас есть омега-3, омега-6, помогает сохранять уровень увлажненности кожи. Есть замечательный витамин В2, не устаю повторять, это кожный витамин. Он делает кожу молодой, эластичной и здоровой. Обязательно обращайте внимание на то, что мы с вами едим. Ну и когда? У нас с вами комплексный уход нанесен. Зона вокруг глаз ухоженная, красивая. Поддержали свой организм красотой изнутри, добавили в рацион Велнос. Мы можем уже рисовать, как нам душа подсказывает, какое у нас настроение, так и рисовать себе глаза. Хотим модные стрелки? Пожалуйста, модные стрелки. Хотим интенсивный яркий макияж? Пожалуйста. Хотим текстуру металлик? Легко. Отталкивайтесь от состояния своей кожи. Сейчас я вам покажу несколько этапов и несколько продуктов, которые используются в модном в этом сезоне. Макияжи, глаз, индиго. Основной цвет, как вы видите, синий. В этом сезоне мы выбираем цвета прохладной гаммы. И первым в нашем списке вот как раз-то будет этот оттенок. Синий основной цвет сезона. Многие кутерье, дизайнеры создают такую вот ледяную гамму в одежде и подчеркивают ее макияжем моделей. Важно понимать, что такой макияж идет девушкам как и светлоглазом, то есть голубоглазом, сероглазом, зеленоглазом, таким зелено-голубой оттенок глаз, так и конечно же кореглазом. Важно подобрать свой правильный синий, возможно у кого-то это будет в холодной гамме, мы пойдем в бирюзовый, у кого-то мы в холодной гамме можем уйти в такие лавандовые оттенки. Нужно не бояться экспериментировать. И кстати, всегда пропагандируйте клиентам, что вы пришли ко мне на мастер-класс, давайте мы сейчас что-нибудь сделаем такое, что вы никогда не делали. Попробуем такой цвет помады, который вы всегда боялись взять в руки и делайте макияж именно на этих продуктах. Фотографируйте клиента, пусть человек переворачивает свое сознание. Андрис Рускулис, официальный визажист Рифлэм, говорит, что нет консервативней в мире человека, чем женщина, мужчины не такие консервативные. Давайте будем каждый раз удивлять искусство женщины меняться, оставаясь при этом неизменной, тем самым постоянно вдохновляя мужчину на различные подвиги. Ну и первое, с чего стоит начать макияж глаз, это прежде всего проверить состояние бровей, правильно ли она у вас откорректирована. Ну, всем известное правило на сегодняшний момент самое такое вот легкое в понимании, да, мы строим вертикаль от уголка носа через уголок глаза. Здесь бровь должна начинаться, мы строим от уголка носа через внешний уголок глаза, вот здесь бровь должна заканчиваться. Ну и ищем восходящую точку для того, чтобы найти восходящую точку. Нужно попросить клиента зафиктировать взгляд, смотреть прямо, никуда не отводить взгляд. И вы также от уголка через зрачок расстраиваете диагональ, получаете восходящую точку. Вот играя с этой восходящей точкой, можно сузить брови, сделать их более острыми, сделать их в разлет, сдвинув вправо по отношению ко мне слева, как вы на меня смотрите, да, вправо по отношению к себе этот уголок бровей. У меня есть замечательная коллега, Алена Солмина, она проводит школу визажистов. Кому-то посчастливилось уже попасть оффлайн, то есть вживую на ее школу, она дает большой бок по коррекции бровей, потому что брови это мимически активная зона. Брови создают нам тот самый выразительный взгляд, коварный, лукавый, женственный. Также мы проводим онлайн школу визажистов, которая выглядит как сейчас формат вебинара. Алена показывает, как корректировать бровь. Обязательно следите, если вы слышите за расписанием вебинаров, если вы видите слово онлайн, зайдите, посмотрите лишний раз. Ну и, конечно, у нас на сайте представлено огромное количество роликов, где также показано, как скорректировать бровь. Обязательно. Для того, чтобы, вы знаете, вот как, если мы будем воспринимать макияж глаз как картину, то бровь это красивая рамка картины, рама. Раму нужно усиливать, раму нужно делать выразительной. Для этого нам пригодится замечательная палетка профессиональных теней для бровей. Как мы используем этот продукт и чем он классный. Ну, во-первых, этот продукт дает профессиональный результат, при том, что им очень легко пользоваться. Содержит все необходимое. Два оттенка плюс воск. Мы можем с вами, у нас черная есть и светлая кисточка в наборе. Светлой кисточкой мы наносим воск, темной кисточкой мы наносим цвет. Всегда изначально мы наносим цвет. Можно взять из палитры темный, дотронуться на руке, посмотреть оттенок, если вас устраивает, нанести скошенной кисточкой, скошенным уголком на бровь. Если вы хотите светлее, вы можете также на руке смешать темный и светлый и добиться той степени интенсивности, которой вам необходимо. После того, как мы полностью цветом скорректировали, мы можем взять уже воск, для этого нам пригодится уже светлая кисточка, набрать воска и зафиксировать изгиб, зафиксировать волоски. Что еще особенно, на что стоит обратить внимание, если бровь плохо растет, бровь, они же, если, давайте добавим туда и ресницы плохо растут, что делать? У нас есть замечательный гель-кондиционер для бровей с витаминами и питательными ингредиентами. Хорошо восстанавливает ресницы и брови, укрепляет их, потому что содержит биотин и пантенол. Это очень ценные компоненты для роста любого волоса, поэтому не забываем, наносим на ненакрашенные реснички, на брови, на ночь или же, когда мы приходим с вами с работы, снимаем макияж. Самое важное, не окрашенная. В качестве стайлера можно использовать и на окрашенную бровь, потому что, скажем так, некоторые девушки могут себе позволить, если они имеют достаточно растительности, куда наносить, пожалуйста, используйте как стайлинг. Во всех остальных случаях, если мы хотим использовать это как лекарство, мы наносим ни на окрашенный волос, ни на накрашенный глаз, ни на накрашенную бровь. Особенно волшебным продуктом является консилер и корректор. Вот как объяснить клиенту, зачем ему консилер или корректор, когда я всю жизнь беру тональное средство и тональным средством маскирую свои синячки под глазами. Друзья, консилер это особенный продукт. Он содержит повышенное содержание светоотражающих компонентов. От природы эта зона затемнена, у нас здесь костная ложа, как бы мы ни хотели, даже если у нас хороший уход, свет падает и от косточки падает тень. Если мы хотим, чтобы на фотосессиях, на вечерах или в принципе каждый день взгляд выглядел более открытым и сияющим, нам необходимо использовать продукт с повышенным светоотражением. Вы как можете проверить, повышенное светоотражение или нет? Нанесите каплю тонального средства и нанесите консилер на руку. Посмотрите, насколько больше глянца дает консилер. Консилер более легкий по текстуре, поэтому он адаптивен к активной мимике. Зоны вокруг глаз, мы про нее уже говорили. Консилер имеет больше пигмента. Что значит больше пигмента? Значит, что плотность покрытия, плотность маскировки у консилера больше, чем у тонального средства. Если выскочило какое-нибудь недоразумение, акне, прыщик, консилер также помогает дополнительно усилить маскировку этого недостатка, этой неприятности, которая с вами случилась. Обязательно используйте данный продукт и объясняйте клиентам, в чем фишка, зачем он вообще нужен-то. Хорошо, мы с вами скорректировали форму бровей, использовали палитру. Мы нанесли консилер на зону вокруг глаз. Куда мы наносим консилер? Мы консилер наносим обязательно, ставим точечку внутреннего угла глаза, точечку внешнего угла глаза, здесь растушевываем. Если кожа позволяет, мы наносим по всей коже вокруг глаз. Корректируем количество необходимого консилера в зависимости от степени и от состояния кожи. Если кожа уже мелкоморщинистая, мы совсем деликатно, чуть-чуть добавляем сюда консилер. Наши основные зоны будут внутренний угол глаза и внешний угол глаза. Далее, мы готовы приступить уже к активному яркому макияжу. Что нам понадобится для активного яркого макияжа? Прежде всего, продукт, который будет создавать свет, светлое пятно, яркое пятно и темное пятно. Три цвета. Что мы делаем? Ярким пятно мы наносим основной цвет на все подвижное веко. Я это делала плоской кистью для донесения, набирала буквально с кисточки и переносила кистью на все подвижное веко. Далее, внутренний уголок века под бровь мы ставим светлый белый цвет, также из двухцветной палитры The One. Опять-таки, это мой выбор. И для того, чтобы создать глубину, по косточке мы выбираем темный оттенок, либо темно-серого, либо темно-коричневого. Если вы холодный цветотип, отдайте предпочтение серым цветам. Если вы теплый цветотип, выбирайте коричневый серый. Это дополнительно сделает взгляд более мягким. Рисуем глубину по складке века, по орбитальной косточке. Что важно? Всегда прорисовывайте ресничный край. Для того, чтобы прорисовать ресничный край, вы можете выбрать темный, но цветной карандаш. Это может быть темно-фиолетовое, это может быть темно-коричневое. Черных цветного макияжа я бы предложила избежать. Ну и совсем уж такой красивый финальный штрих, когда вы придаете невероятную длину и объем своим ресничкам. Мне очень нравится эта тушь, потому что она может сочетать в себе два эффекта. Хотите удлинение, хотите удлинение и объем. Биофункционально, в зависимости от того, какой колпачок вы выкручиваете. Если вы выкручиваете толстый колпачок, вы оставляете максимум количества туши на щеточке, у вас будет и объем, и удлинение. Если вы хотите только удлинение и более такой деликатный эффект, выкрутите тоненький колпачок. Легкий эффект длинных ресниц с помощью тоненькой щеточки. Особенно важно сказать, что эта тушь умная, иногда умнее хозяйки. Посмотрите, насколько удобно ей пользоваться. Всегда храните тушь плотно закрытой, и она прослужит вам долго. Не бойтесь менять, не ждите, пока тушь начнется осыпаться с ресниц. Необходимо где-то раз, в зависимости от частоты использования, конечно, но раз в полтора месяца тушь я бы рекомендовала точно менять для максимального яркого эффекта. Подводя небольшой итог, я хочу вам напомнить, что 90% клиентов, потребителей доверяют персональным рекомендациям. Это гораздо эффективнее, чем любая реклама и чем любые соцопросы. Когда вы знаете все аспекты ухода за кожей вокруг глаз и лица, когда вы их сами соблюдаете, когда вы не стесняетесь пробовать новые в декоративной косметике и учиться у профессионалов, вы будете успешны. Нужно лишь максимально активно коммуницировать эту информацию по своей структуре и своим любимым и дорогим клиентам. Клиенты чувствуют, что ваши знания не уступают знаниям косметолога или визажисты. Эффект от комплексного ухода они видят на себе, они рады результаты, довольны, мы получаем лояльного клиента. Напоминаю, что 90% потребителей доверяют именно вашим персональным рекомендациям. И вы лучшая ходячая реклама бренда Арифлэй. И мне очень приятно, когда я вижу красивую женщину, первая мысль, боже, какая красотка, а потом я замечаю в ее руках, например, деловую сумку Арифлэй. Или же я замечаю, что в руках она держит каталог, и я сразу понимаю, что это действительно человек, который выглядит профессионально. Напомню, что сейчас вам в помощь для подбора средств ухода на сайте действует онлайн-гид по подбору средств ухода. Обязательно зайдите, пройдите очень короткое тестирование. Можно проходить как с клиентом, так и самой предварительно попрактиковаться. Ну а сейчас я желаю вам хорошего рабочего дня. Обязательно посмотрю наш чат и отвечу на ваши вопросы.